Продолжение следует... Дали делегацию в Пулково, делегацию из Папула-Новой Гвинеи, впервые в новейшей истории, волновались, почему их не выпускают, где они? Мне только что позвонили, и оказывается, наши друзья на паспортном контроле и почему-то не верят о том, что они действительно делегация. На таможне, конечно, было непонимание. Когда остановили делегацию из Папула-Новой Гвинеи, их спросили, кто вас встречает. Они сказали, нас встречает Миклуха Маклай. И, конечно же, в начале у них был шок, они не поняли, что делать. Ну, слава богу, потом все разрешилось. Наконец-то Папуасы оказались на русской земле, в деревне Маклая. Но правильно будет говорить, конечно, новогвинейцы. Так же, как и Россия, а не деревня Маклая. Фонд имени Миклуха Маклая представляет Документальный фильм Путешествие папуасов в Россию Они провели в дороге больше двух дней. Но усталость и волнение – ничто по сравнению с интересом к этой огромной, неизвестной для них стране – России. И к человеку, который пригласил их сюда – Николаю Миклуха Маклаю-младшему. Потомку и полному тезке великого русского этнографа. Я являюсь двоюродным праправнуком тому самому великому Николаю 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 Миклуху Маклаю, путешественнику, общественному деятелю, гуманисту. Не случайно в 1996 году его ЮНЕСКО назвала гражданином мира. Именно за гуманистические идеи. Во время своих исследований, своей экспедиции в 1871 году, когда он высадился на северо-восток острова Новой Гвинеи, берег Маклая, и встретился с папуасами, они тогда не знали даже, что такое железо. Хотя во многом были очень прогрессивны. Он прожил с ними, сделал превосходные дневниковые записи и развенчал те домыслы некоторых европейских ученых, которые делали это в угоду рабовладельцам. О том, что папуасы являются промежуточным звеном в эволюции между обезьяной и человеком. И мало того, что развенчал, он боролся в дальнейшем за их права. Не только папуасов, и меланезийцев, и полинезийцев, населяющих Новую Гвинею, остров Новая Гвинея. Поэтому новогвинейцы, что будет правильно сейчас, действительно могут считать, что это первый человек, который хотел, чтобы у них была независимость. Который они обрели, сейчас независимое государство, папуа Новая Гвинея. Имя этнографа в папуа Новой Гвинеи до сих пор передают из уст в уста. А побережье, где он жил в 19-м столетии, было названо берегом Маклая. И уже в 21-м веке, как самого дорогого гостя, там встречали Николая Миклуха Маклая-младшего. В 2017 году мы высадились на берегу Маклая, впервые после советской экспедиции, через 40 лет. И мы не знали, как нас встретят. Я не ожидал подобной встречи. Три тысячи человек, они подняли русский флаг, пели гимн. Приехал основатель государства Майкл Самара. Приехали другие высокопоставленные люди, для того, чтобы оказать нам честь и показать, насколько это важно. Это же в джунгли они приехали. А когда я услышал, насколько они помнят Миклуха Маклая и Россию, я не мог остановиться. Я хотел выполнить их желание. Они всегда спрашивали Маклая, ну как же выглядит Россия? Как же выглядит Таль Маклая, деревня Маклая? Именно поэтому я организовал эту поездку. Именно поэтому я хотел им показать нашу Россию. Он уже бывал в Новой Гвинеи и знал, кто мы есть. Поэтому ему было легко с нами. Это было вау! Ого! Он похож на старшего Миклуха Маклая. Я был впечатлен, что он проявляет инициативу по поддержанию и продвижению дела Миклуха Маклая. Он пытается донести до нас, жителей Папуа-Новой Гвинеи, важность тех свершений Миклуха Маклая. Знакомство с Россией началось с Санкт-Петербурга, города, где жил Миклуха Маклай-старший, откуда он начинал все свои путешествия. Гости из далекой Папуа-Новой Гвинеи увидели один из символов северной столицы, овеянный легендами Исаакиевский собор. Великолепный и монументальный. Я не представляю, как можно хранить это все в таком виде. Стены, изображения, двери, орнамент внутри. В нашем представлении церковь или собор – это просто здание, куда ты можешь прийти и помолиться. Особые впечатления – прогулка по колоннаде. И кажется, что ты паришь над городом. Тем более здесь, наверху, так ветрено. Я вышла, ветер дул мне в спину. Я еще пошутила, что сейчас улечу. Очень холодно. Гостей накануне обеспечили теплой одеждой. Но с непривычки они все равно продрогли. Ведь на их родине среднегодовая температура плюс 25 градусов. Какие они – папуасы, а точнее новогвинейцы? Отвечая на этот вопрос, кто-то наверняка представит себе человека с копьем и в набедренной повязке. Прямо как из дневников Миклуха Маклая. Но с тех пор многое изменилось. Я хотел пригласить делегатов, которые не просто оставят в своих сердцах память о России, а помогут выстроить двухсторонние отношения между нашими странами в культурной и научной сфере. Поэтому пригласил преподавателей социологии и политологии из университета города Маданг и университета города Порт-Морсби. Эта честь выпадает далеко не каждому. Произвести полуденный выстрел со стены Нарышкина-Бастиона Петропавловской крепости. Так что Майкла можно назвать счастливчиком. Я выстрелил из пушки! Такое можно только на войне увидеть! Впечатляюще! Премьер-министр бы обзавидовался, если бы узнал, что я стрелял. Заячий остров. Именно отсюда начался Санкт-Петербург. Как мощь и сила на нем воздвигнута Петропавловская крепость. Знаковое место. В 1861 году, когда Николаю было 15 лет, будущий ученый вместе со старшим братом несколько дней находился здесь в заключении после участия в студенческой манифестации. В северной столице немало мест, связанных с именем великого ученого и путешественника Миклуха Маклая. Будущий этнограф учился во второй Санкт-Петербургской гимназии, преподаватели и воспитанники которой устроили гостям теплый прием. Они только и успевают, что делать снимки. Ведь вокруг столько всего интересного. А на старинных картах в русском географическом обществе можно попытаться найти свой дом. Здесь, в архиве, хранится личный фонд Николая Миклуха Маклая. Его дневники и более 700 зарисовок тоже очень важных для науки. Я очень горжусь, что смогла прикоснуться к оригинальным документам Николая Миклуха Маклая, описывающим его путешествия в Папуа-Новую Гвинею. Петербург. Улица Галерная. Отель. Один из его гостиничных номеров сейчас является частью квартиры, где жил со своей супругой Маргарет и детьми великий ученый-путешественник Миклуха Маклай в последние годы жизни. Сохраненные интерьеры, сама атмосфера дома помогли гостям окунуться в историю. Было интересно увидеть, как он жил и сравнить с тем, как он жил в Папуа-Новой Гвинеи, как ему пришлось адаптироваться к местным условиям, к жизни с новогвинейцами, отказавшись от комфортных условий в России. Мне кажется, комната, в которой он жил, довольно тесна для человека с таким интеллектом и любопытством первооткрывателя, проделавшего такую работу. Миклуха Маклай прожил яркую, но короткую жизнь. Он умер в Петербурге на 42-м году и был похоронен на литераторских мостках, части территории Волковского кладбища, рядом с отцом и сестрой. Я стоял у могилы, наклонился, прикоснулся к монументу и вспомнил об историях, которые читал о нем. А сейчас выпала возможность побывать на месте, где он похоронен. Я считаю, что он многое сделал за 40 лет. Когда мы были на могиле, мне было грустно, так как такой великий человек умер так рано. Вместе с ним мы утратили огромный потенциал, но тот вклад, который он внес в изучение Гвинеи, очень важен. Сейчас создан фонд, благодаря которому я здесь, в России. Следует почтить его память и труды. Большинство новогвинейских делегатов изучали экономику. Поэтому в Санкт-Петербургском государственном экономическом университете общение было легким и увлекательным. И даже появились планы по обмену студентами и дистанционному обучению. О сотрудничестве поговорили и в Петербургском государственном университете путей сообщения императора Александра I, где когда-то учился отец великого этнографа, инженер-железнодорожник Николай Ильич Миклуха. Россию, а точнее Советский Союз, на протяжении долгих лет называли самой читающей страной мира. Поэтому гостям особенно интересно было увидеть местный книжный магазин. В советское время, конечно, было что почитать. Вот я держу книгу «Человек с луны». Мне подарила бабушка в 79-м году, и я ее читал, смотрю, 100 тысяч экземпляров. 100 тысяч экземпляров только одной книги. А вообще миллионными тиражами десятки книг выходило. Каждый школьник тогда знал, кто такой Николуха Маклая, и о его путешествиях. Каково же было удивление гостей, когда они увидели книгу «Путешествие на берег Маклая», написанную по итогам экспедиции 2017 года Николаем Миклуха Маклаем-младшим. На ярких фотографиях – сегодняшние новогвинейцы, жители деревень Гаренду, Бонго и Гумбу. Местные жители до сих пор хранят память о своем Маклае и об исторической связи России и Папуа-Новой Гвинеи. А какая связь может быть между берегом Маклая и ледоколом Красин? Это гостям еще предстояло узнать. А заодно познакомиться с историей корабля-музея, настоящей легендой русского флота. Для меня было интересно увидеть военный корабль, который принимал участие в русско-японской войне. Я учился в Японии три года и видел их военный корабль, участвовавший в войне. Это удивительно, что я видел оба этих корабля. Еще большее удивление вызвал предмет, особо значимый для папуасской культуры. Здесь, на ледоколе Красин, хранится блюдо «Табир». Такие вещи являются настоящим богатством для новогвинейцев и играют очень важную роль при обмене. Да, мы очень удивились, когда вошли и увидели это блюдо. В 2017 году Николай Миклуха Маклай-младший привез блюда из научно-исследовательской экспедиции в Папуа-Новую Гвинею и передал в дар Музею Мирового океана, филиалом которого является ледокол-музей. В моем регионе используют так называемые раковинные деньги, также блюда. Например, это, оно сделано из дерева, но те, которые используют в регионе моего отца, сделаны из тростника. Изучать культуру двух стран, искать в ней сходства и различия – это путешествие в Россию позволило гостям в полной мере. Музей-заповедник «Царское село» поразил ярким убранством и роскошью. А фольклорный ансамбль Санкт-Петербургской консерватории познакомил с подлинными образцами русских народных песен. Удивительно и то, что на берегу Маклая до сих пор помнят и используют русские слова. Такие как «топор», «кукуруза», «маклай». А вообще-то в Папуа-Новой Гвинеи говорят более чем на 800 языках. Пышка. 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 Оказалось, что учить русские слова через угощение интереснее всего. Только вот сама еда порой такая же непонятная, как и язык. Шпроты. Шпроты. Я правильно сказала? Молодец. Необычный для меня вкус. Но вот что не вызвало никаких сомнений, так это поросенок, поданный во время прощального ужина в Петербурге. Меня переполняли чувства. О, они преподнесли нам поросенка. Я сразу подумал о своем народе, так как это часть нашей культуры. Это гостеприимство. Они закалывают свинью, режут на кусочки и угощают гостей. Знакомство с Петербургом подошло к концу. Однако и на вокзале гостей ожидал сюрприз. Пожелание хорошей дороги от Петербурга до Новой Гвинеи и открытая выставка от Миклухи до Маклая, организованная в честь двухсотлетия со дня рождения отца великого путешественника Николая Ильича Миклухи. Он был первым начальником железнодорожной станции и Николаевского, ныне Московского вокзала. Под традиционные русские песни гости отправились в Москву. Мои впечатления? Я впервые еду на поезде. Немного по-другому, но почти как на самолете. Тоже очень удобно. Каждый из них представлял Россию по-разному. Сейчас есть возможность оценить все самим. Что я сделал на Красной площади, так это снял перчатки и потрогал землю, брусчатку. И вновь образ Миклуха Маклая встречает гостей новогвинейцев. Вначале в московской штаб-квартире Русского географического общества, а потом и просто на улице. Да, когда гуляли по Москве, нам показали граффити-рисунок на стене здания. Это было удивительно, что даже уличное искусство может нести в себе историю, тот вклад, который он внес. Я очень рад, что вы приехали, наконец-то. Когда-то 40 лет назад я снимал фильм о Миклухе Маклая, который был там у вас и жил. Теперь вот Миклуха Маклая, для другой. Думаю, что я о нем фильмы не смогу снять, но не успею. Народный артист СССР Юрий Соломин. Для многих телезрителей России, особенно старшего поколения, он так и остался, тем самым Маклаем, героем любимого фильма «Берег его жизни». Юрий Мефодьевич увлеченно рассказывает о театре, который называет своим домом, и успевает расспросить гостей о поездке в Петербург, впечатлениях и погоде. Чтоб дальше вы не замерзали, я хочу вам... Вот тут уже точно не замерзли. Теперь никакие холода не страшны. Впрочем, новогвинейцы, похоже, и так постепенно привыкают к российскому климату. Лорел еще в Петербурге мечтала увидеть снег. Я никогда раньше не трогала снег, и не знаю, каково это быть в снегу. И вот уже вовсю играет в снежки. А потом в ЦУМе на Красной площади, приобщаясь к местным традициям, угощается таким вкусным русским мороженым. Но подобных свободных минут немного. График делегации довольно плотный. Хочется везде побывать и увидеть как можно больше. Уникальные экспонаты Музея антропологии МГУ гости то и дело старались запечатлеть на память. А в Музее Института этнологии и антропологии имени Миклуха Маклая им удалось обнаружить немало знакомых предметов с Родины. И снова подарок получили. Мы сделали реплику Миклуха Маклая в нашей лаборатории. Наш институт решил подарить этот бюст музею вашего университета. Где же мы еще не были, размышляли гости. И тут же получили ответ – в московском доме книги. Здесь, на Арбате, как раз открылась выставка «Миклуха Маклай. 21 век. Ожившая история», рассказывающая о путешествиях Миклуха Маклая Старшего в 19 веке и Миклуха Маклая-младшего в 21 веке с использованием исторических копий рисунков и современных фотографий. Я был поражен, когда увидел выставку, посвященную нашей стране. У нас не такие сильные экономические или дипломатические связи с Россией, но благодаря фонду и трудам великого ученого Миклуха Маклая построен так называемый «мост» для поддержания и развития отношений между нашими странами. Эти 10 дней пролетели незаметно. Фотоаппараты и телефоны полны снимков и видеоисторий. Им есть, что рассказать дома. О новой стране, людях и о том, что они узнали о путешественнике Миклуха Маклая, человеке, которого в России называют «белым папуасом». Я думаю, он заслуживает, чтобы его так называли. Это правда. Я думаю, он и его труды изменили представление людей о новогвинейцах. И вообще людей нашей расы. Что мы не низшая раса, а просто другие. Мы сейчас общими усилиями развенчали мифы. Маклай 150 лет назад развенчал мифы о том, что папуасы почему-то не считались людьми кем-то. Абсолютная глупость. А мы сейчас развенчали мифы о России для наших друзей из Папуного Гвинеи. И я думаю, что наши мифы о папуасах. И о том, как они живут. Буду помнить о его трудах, экспедициях в Новую Гвинею, его отношении к тому, что жители Новой Гвинеи – люди. Эти идеи до сих пор звучат эхом в голове. Благодаря тому, что помнит Маклай, благодаря тому, что помнит остров Новая Гвинея, открывались все двери и все музеи, и нас поддерживали для того, чтобы произошли эти перелеты. Конечно, это общая работа. И сейчас ты смотришь и понимаешь, что это не просто приезд делегации, это не просто люди, которые приехали. Это действительно настоящий мост. Мы теперь можем прямо сказать, что мы друзья. С теплом. По-настоящему. Мы передадим всю информацию нашему народу о пребывании здесь. В завершение скажу, что я был рад представлять папу о Новую Гвинею. Я очень надеялся, что, конечно, визит будет таким. Чтобы люди остались с такими впечатлениями, чтобы искренне протягивали руки друг к другу. Как когда-то Маклай протягивал руку тую, так и сейчас мы протягиваем руки друг к другу. Ничего не изменилось, и это очень хорошо, что мы имеем те же самые ценности в отношениях между нашими странами и в отношениях между людьми. Ну и теперь с уверенностью можно сказать, что у России и независимого государства папу о Новой Гвинеи все впереди. Россия для меня теперь большой новый мир. Редактор субтитров А.Семкин